Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Кучеров и Юлия Ефременкова не будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Юлия была бы не против, но Сергей устал и не хочет свадьбу в рамках проекта. А Алексей Чайчиц пошел навстречу Лизе Триандафелиде, и они попробуют выиграть бесплатную свадьбу от проекта. В одном из недавних эфиров Алексей показал свое истинное лицо. Как оказалось, билеты на самолет до Минска, где ребята отмечали Новый год, Лизе пришлось купить за свой счет. Она до последнего надеялась, что Чайчиц возьмет на себя все расходы. Но Алексей не постеснялся заявить о том, что хочет ввести раздельный бюджет. Неизвестный поклонник Ольги Бузовой посвятил ей татуировку. Ольга написала, что ей очень понравилась татуировка, несмотря на то, что она очень карикатурно выглядит. Таня Мусульбез и Виктор Литвинов готовятся к сейшельской свадьбе. Правда, Виктор вместо нормального кольца попросил администратора купить недорогое кольцо. Он объясняет это тем, что здесь очень высокие цены на золото. И хорошее, дорогое кольцо он обязательно потом купит в Москве. Тата Блеминкранс хочет увеличить грудь. Она выбрала того же самого врача, который делал операцию Лили Четрару. Рома Капакло и Марина Африкантова после Минска хотят съездить за границу. Мы хотим отдохнуть морально, а также физически, пишет Рома. Мы оба очень устали за последнее время. Сергей и Даша Пынцарь на новогодних праздниках отдыхают в Италии. Вместе Ксении Бородиной и Курбаном Амаровым. На днях Даша отметила 32-летие. «Я в Риме, я счастлива», пишет девушка. Саша Черно устроила романтическое свидание Михаилу Вырскому. На нем она танцевала танец в восточном стиле. Но Михаил отказался строить с ней отношения. Он сказал, что не просто друзья. Саймон Марданшин в очередной раз показал свой агрессивный характер. Он лишь чудом не подрался с Норманом Даманским. Если бы не вмешались его девушка Марго Овсяникова и Арай Чебанян, то стычка ребят могла закончиться плачевно. Многие говорят, что Саймону не место на проекте. И предостерегают Марго, что именно она может стать очередной жертвой психопата. Рита Марсо поделилась радостью. Они очень долго ждали, пока построится дом, где они купили две квартиры и, наконец, получили ключ от одной из них. Это жилье они ждали вместо обещанных шести месяцев целых два года. После появления в эфире «Дома-2» Жени Феофилактовой с сыном, многие зрители стали негативно высказываться в адрес маленького Даниэля Гусева. В свои полные пять лет мальчик не выговаривает половины звуков. Многие пишут, что он отстаёт в развитии. И посоветовали Жени обратиться к логопеду, а также к дефектологу. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.